и вот мы находимся на университетской набережной открыт вид на мост дата шмитта и на писательский собор и это нам некоторый повод того чтобы поговорить о ливонской войне все-таки ливонская война привлекала завод от россии и балтики да ну вот просто сейчас читал книжку посвященную путешествие француза жанна саважа в россию 16 веке и вообще французским путешественникам и послам которые так иначе оказались вот в россии в 16 17 веках и вот соответственно был такой посол денджей французский в дании который был лет 30 послом там и он в том числе писал всякие записи докладные и вот у него есть рассуждение по поводу ливонской войны ну там есть такие забавные пассажи вот где он описывает вот междуусобицу между братьями да а заодно он описывает действия русского царя ивана 4 грозного который правда он называет московитом причем с маленькой буквы так забавно московит предложил светскому королю тот а московит потребовал чтобы ему прислали герцогиню такую-то московит вторгся в территорию польши да ну как найти забавно вот ну так в общем там пассаж был в том что вот когда умер основатель нового шведского государства по моему густав ваза да у него было трое сыновей эрик юхан и карл да карл был вот младшим да эрик стал королем и довольно кроваво правил у него были приступы безумия а юхан он был герцогом финляндии и женился на сестре советского короля польского короля да как раз который вроде бы схватался иван грозный так вот все забавно что этот самый карл-то эрик своего брата засадил в темницу вместе с женой четыре года там посидели с этой прекрасной политикой вот он при этом в приступу безумия казнил своих таскать не более верных сподвижников потом а иван грозный с ним заключил союз против польши и предлагал разделить прибалтику так что достаточно большая часть на территории современной как в ленинградской области ингрии и эстонии до доставался в россии вот но играть на как бы рик какой-нибудь склад и оставалась шведом можно положить да ну и в общем а еще заодно он требовал себе вот эту самую жену герцога глянди и ухана полячку данный который мне дал жениться ну не знаю зачем уж ну возможно просто что иметь рычаг давление на поляков вот и как принципе король не соглашался но там были какие-то ситуации очень во время еще одного просветления король покаялся перед братьями освободил юхана с женой и после того ему стало было как-то неудобно как-то неудобно стало так сказать выдавать ее ивана грозного но не выдать тоже не мог на что так был завязан на всех фронтах и с датчанами с поляками в общем положение было сложное и как бы ему посоветовали все-таки убить брата так сказать добрые советчики и он пытался сделать но брат бежал сам назвать какую-то крепость с так сказать сокровищами нанять сам наемников шотландцев немцев и собрать сведов без счету вот встретить армию короля армия 12000 армия пришла на его сторону почти вся король укрылся в замке с огольми да это эти подступили король вышел со своей стражей обратился к ним теме тоже вышли на переговор там вот такой понтус дала горды кстати говоря известный тоже одна начальник французской семьи которая стала одной из главной статистической семьи швеции и и вот в общем король договорился стал сам людям что они должны убить два горды там еще какого-то дядю шведского своего брата они все были кстати 3 братья от разных ну по крайней мере он старше был ждем от другой королевы чем ваши брать это было одной случайно рознь его отца их так сказать матерей то есть дядю и брат их матерей удалось убить а вот понтус дала горди будучи не промахом одел корчугу и алебарды его не сумели проткнуть таким образом вот там поднялась тревога он успел выстрелить в ответку итоге король сдался и таскать передался полномочия брата юхану потом через синицу где он был повышен был отравлен вот но самое смешное что иван грузный сказал что это же какая-то вообще подстава и какой-то это же он и посчитал что вообще инфинировка и не было никакого переворота то что это обменялись несколькими выстрелами в бред вот и он очень обиделся а почему я тебе это говорю потому что вот тут моя недавно фильм шведский фильм про события тоже этой династии ваза но это уже конец 17 века там какие-то таскать повстанцы война здание идет опять там как раз карл 11 отец карл 12 действует и вот там тоже заговор некий вельможа приближенная карла 11 собираются вернуть короля убив его на охоте там тоже предлагаются выстрелы тоже король одел двойной доспех понимаете что то вот это вот уже начинает отдавать каким-то фреймом ну то есть сценариям действительно ситуации и почему вот ситуация в начале правления так похож на ситуацию уже в середине и грубо говоря ну вот я не знаю то ли тут что-то воспроизводилась это какой-то алгоритм и сценарий то ли это так сказать вопросы к летописцам